Как известно, лифт облегчает нашу жизнь, только не в том случае, когда он начинает выходить из строя по причине того, что его некачественно обслуживают. Такая ситуация сложилась в четвертом подъезде по улице Ольховая 2. Привет. Знаешь, наш лифт сейчас может упасть. Да, именно сейчас. Такие случаи уже были. Именно сейчас. Да, именно сейчас. Мама! Замуровали. Замуровали демоны. Несколько месяцев назад жители дома заметили, лифт стал работать с перебоями, а в начале апреля он и вовсе начал жить своей жизнью. Произвольно останавливаться на этажах, трястись при движении, открывать двери. Люди стали бояться на нем ездить. Детей вовсе перестали пускать на большом лифте. Он тарахтит так сильно, что мы думаем, что сейчас он будет упасть, падать будет. И мы угромимся, боимся. Каждый раз мы говорим консервщики, она вызывает их. Они что-то мелко делают и все. Все равно только нет. Через три дня, каждый через три-пять дней он тарахтит, он почти ломается. Ребенок один раз в грузовом лифте вообще застрял, ездил несколько часов, утрированно говорю, несколько минут. Расплакался, теперь на лифте боится ездить, бегает пешком. Мне папа дал отнести документы соседке на 10 этаже. Я когда передал, ну я доехал, там со мной тетя встала, я доехал на 10 этаж, документы сдал, а потом один поехал вниз на второй этаж, и я застрял. Техническое обслуживание, инженер или механик, они нас не радуют и посещают крайне-крайне редко. Если, я думаю, взяться за обслуживание именно техническое лифта, то можно еще работу его наладить. Люди неоднократно обращались в диспетчерскую службу и свою управляющую компанию. И на днях даже приходил механик чинить лифт, но надолго ли хватит этого ремонта? Пытаемся попасть к генеральному директору управляющей компании ДС-6. Пока нам не открывают. Как обычно, руководство ДС-6 уходит от ответа. Будем надеяться, что ситуация именно с этим лифтом не закончится трагедией. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.